В данный момент времени перед вами находится будущий Леонардо да Винчи. Вот эту машину он собирал до утра. А рисовал он оленя, который едет с Дедом Морозом. А это Белочка. Сейчас автора творца проедет на этом автомобиле в Эльмашановный. Покажите, как она едет на бензине, на солнечных батареях. Рукой проедет по столу. О, она еще ездит. А если она поломается, как мы будем ремонтировать колесо? Покажи рукой. Переверни ее на животик. Ну, как ты собирал? Какие мы использовали инструменты для сборки этого? Ключи. Ключи были газосварочные. Электросварка была? Нет, электросварка не была. Была отвертка, гаечный ключ. И этому гению всего лишь 10 лет. Он уже рисует, собирает автомобили, помогает маме мыть посуду, умеет рубить дрова, но самое главное, он испытывает интерес к интернет-технологиям. Одним словом, благодаря таким доступным и простым методам, это его ноги. Это дядя Саша. Дядя Сашу я уже снимал. Она думает, что бы опять что-то слопать. Почему спиной? Потому что Леонардо Йонович не принес косточки. Когда я приношу косточки, дядя Саша всегда мне улыбается. Ладно, вернемся к нашим электроавтомобилям солнечным. Если ваши дети могут, это конструкторы, собирать такие автомобили, через 2-1,5 года они начнут делать дроны. А в нашей стране дроны это самое главное, что необходимо для того, чтобы эта прекрасная страна, которая находится в центре Европы и зовут ее Украина, наконец-то победила в этой жестокой, несправедливой войне. Лучше пускай дети собирают автомобили, рисуют картинки, а, кстати, сейчас маму покажу. А ну, найди маму. Ну, маму там была. Это не мама, это соседка, это шутка. О, это котик, это робот. Явно задатки GPT, искусственный интеллект. Это автомобиль на солнечных батареях. Это корабль. У него очень много записей. Это змей Горыныч, дракон, динозавр. О, это слоника, слоника покажи. Ой, какой смешной слоник. И обратите внимание, у слоника очень большие длинные ушки. Явно видно, что ребенок живет в прекрасной семье. Это кабанчик, где родители очень заботятся о нем. Это планшет. Планшет. Кстати, тем, кто это смотрит, буду благодарен в комментариях, если вы покажете, что ваши дети рисуют, собирают. Вы знаете, это все очень интересно. Потому что, благодаря интернету, мы можем не только изучать, а еще понимать то. Вот видите, чисто есть бумаги. Будущий Леонардо да Винчи здесь нарисует новый рисунок и соберет новый автомобиль, благодаря которому сериал «Назад в будущее» изменит историю. Леон Маск не зря планирует клонировать планету Марс. Ну что, полетели? Смотрите, какой прекрасный автомобиль. Он едет на одном колесе. Ну ладно, сейчас бензин кончится, а у меня телефон разряжается. Хорошего вечера. А впереди у нас новая неделя. В понедельник завтра на работу. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...